так всех приветствую сегодня будет несколько необычное видео так уж получается что пригоревшая срака стимулирует на запись вот таких вот гайдиков сегодня будем обсуждать дыха к сожалению с дыха возникают проблемы несмотря на то что это трансформе дыха уже наверное лет 10 еще находятся люди которые не умеют не могут не хотят мочи не пытаются научиться дать нормально дыха для них сегодня я запишу это видео поговорим о том что это такое вот как как для совсем дебилов разжуешь о том что это такое какие скажем так нужны какая нужна подготовка для того чтобы дать дыха как это давать правильно ну собственно сейчас пройдемся скриптик себе небольшой написал пойдем по порядку так во первых начнем с того что такое дыха зачем это нужно и почему плейл от вас это требует дыха трансформа сокращение трансформы divine healer учится эта трансформа выварит ауэр это сабовая трансформа наберется при достижении сабом одного из хиллеров бишь ше е е соответственно 80-го лево сберете на саб 80-ый левел одного из хиллеров можете проучить на 80-ый левел трансформ зачем она нужна в этой трансформе есть замечательный скилл это sacrifice healer насколько я помню этот скилл позволяет отресторить full mp и hp на всю пачку в пвп решающий скилл да потому что когда у вас закончилась mp факту второй саблин полезная штука теперь пройдемся потому как его давать что надо подготовить для того чтобы его давать ну и собственно как это делать правильно сейчас переключусь на своего бишек а я здесь подготовил и пройдемся по порядку во первых это m сейчас сабнемся на основу я здесь забаффал биша давайте смотреть на моего биша клубов сейчас овервоп не суть важно помбики на mp ну в общем клубов обычный стандартный клубов смотрим на mp у меня сейчас 7232 mp с пушкой на акумин что это значит у нас у дыха есть требования для использования дыха скилл sacrifice healer он дается только когда у нас меньше десяти процентов хп соответственно что успешно дать дыха нужно слить mp либо не слить дождаться пока mp будет меньше чем десять процентов тут начинаются загвоздки как проще всего узнать определить для себя подготовиться к тому чтобы всегда понимали можете выдать дыха не можете выдать дыха все банально и просто смотрите на свой mp вы читаете высчитываете десять процентов от него это та цифра на которой вы можете дать дыха но здесь есть небольшая загвоздка у меня сейчас фулл баф соответственно в пвп фулл баф вещь скажем так изменчивая мягко говоря вас могут трешить вам могут канцельнуть поф вы можете вообще на другом бафе бегать поэтому надеяться на цифру на фулл бафе ну конечно можно но чревато поэтому что я предлагаю сделать для тех кто хочет давать дыха всегда в любой ситуации снимаете все бафы которые вам дают mp и смотрите сколько у вас mp когда на вас нет ни одного бафа дающего mp собственно у меня это 5000 соответственно 10 процентов это 500 mp если мне будет меньше 500 mp я смогу дать дыха но поскольку 500 mp это все-таки маловато эту цифру можно поднять для этого используется такая прекрасная штука как пушка на конверсию с пушкой на конверсию у меня 7200 mp соответственно я могу дать дыха на 700 mp плюс 200 mp это еще один burn ну как бы запас прочности есть да то есть меньше 700 mp я уже могу дать дыха если меня будут еще дополнительно бёрнить я все равно смогу еще некоторый запас времени мне больше зайти в трансформу то есть не сразу мне там сбернет в ноль если меня бёрнет я даю дыха дальше пойдем по подготовке собственно к даче дыха что нужно сделать для того чтобы вы не как имбецил бегали по панелькам искали пушки искали скиллы заранее готовимся выставляем по порядку на панель какую-нибудь желательно чтобы эта панель была подальше потому что скилл откат имеет большой четыре часа либо два часа либо часа в зависимости от того какой у вас левел дыха проучен осознанно учиться до трех левел три трансформы можно выучить с трех сабов и выставляем на панельку что нужно выставить первым идет собственно вход в дыха да то есть сам скилл трансформы замечу что он жрет 31 mp это важно потому что если вас бёрнет либо если вы слили мп прям в ноль либо если вы начнете заходить на вас с бёрнет ну будут проблемы не сможете дать дыха пл скажет что вы член осоз и это нехорошо эммм дальше собственно скилл выставили на панельке дальше замечательная штука пушка на конверсию здесь уже поговорим немножко о менеджменте mp обычно мы бегаем какой-нибудь пушкой какая у вас там есть но дополнительно на эту панельку выставляем пушку на конверсию зачем это нужно для того чтобы поднять количество mp на которых вы все еще можете дать дыха то есть в моем случае это не 5000 это 7000 собственно не 500 а 700 как я уже говорил дальше выставляется сам скилл sacrifice healer и выход из трансформы выход из трансформы можно не ставить для тех у кого есть Есть браслетик с маунтом. Надеваете, снимаете браслетик, он автоматически выводит из трансформы. Нет прокаста скилла. Тоже полезно. Не знаю, почему у меня он не выставлен. Вот так вот я готовлюсь. Собственно, далее. Далее подготовка к самому дыханию. То есть не всегда получается так, что у нас МП ровно там 700, 500 или сколько у вас там МП, не всегда выходит его дать моментально. Пачка зарастает говном. Дыха надо давать прямо сейчас. Что делать? Как быстро слить МП? Есть несколько вариантов. Если у вас какой-нибудь кикил, который жрет дохрена МП, можете его задать. Как вариант? Не очень прикольный. Можно клацать тоглы. Тоже МП уходит не очень быстро, но уходит. И это быстрее, чем зажимать какие-нибудь скиллы. Но, к сожалению, не у всех классов есть тоглы. И вот это вот клацание во время ПВП, когда вам нужно что-то делать, ну, не всегда, скажем так, удобно. Есть вариант лучше. Есть вариант лучше. Это крафт. Как бы это ни было странно, это обычный common крафт, который есть у всех профессий. Вы можете выучить рецепты. Я советую рецепт на элик эс-ный МПшки. Можно не эс-ный, можно любой другой. То есть эс-ный пригодится вам еще, помимо всего. Прелесть этого рецепта в том, что он требует спириторы, которые не весят ни хрена. То есть вы себе инвентарь никак особо не обременяете. Асофы, которые весят копейки. То есть я там 200 асофов ношу с собой, хватает за глаза. И Mystic Solvent. Покупается асофы в гномов, в ВХ где-нибудь. А Mystic Solvent покупается у трейдера в магазине. Обычный магазин с расходниками. Тоже не весит практически ни хрена. И таким образом вы не особо обременяя свой инвентарь, можете позволить себе вот этот крафт. Собственно, проще выставить сам элик на панель. Он у меня уже выставлен, на него тыкаете, открывается менюшка крафта. И начать крафтить. MP улетает моментально. Давайте сольем. В моем случае 700 MP. Solventы кончились. Мало купил. Точнее, немало купил. Закончились. Давайте еще 2К возьму. 2К. Докрафчиваем. Собственно, вот я слил MP. Теперь сам процесс дачи дыха. MP слита. PL орет урод давай дыха. Ситуация прям ужас-ужас. Все падают. Пачка зарастает говном. Как дать дыха и не обосраться. Потому что, ну, слить MP, подготовить панельку и все прочее. Это только часть процесса. Соответственно, сам решающий процесс дачи дыха. Во-первых, что вы должны сделать? Никогда не давайте дыха в толпе. Что я имею в виду? Если вам орут дай дыха, и вы находитесь в самой жопе под овером, БД, танки вас фигащат, не знаю, там маги крутят флешки, процентов 99 вам это собьют, пачка сдохнет, и, ну, хуесосом будете вы. Поэтому первое-наперво, что вы делаете, это немножко, повторюсь, немножко выходите спать. Говорите регрупп на меня, в моем случае регрупп Бенот и Фрейд, и отходите от пачки чуть-чуть в сторону. Так, чтобы до вас, допустим, вот пачка, да, чтобы до вас не доставали масухи, медузы, овер от вас отошел, лимиты не кидал. Собственно, чуть-чуть отошли. Опять же, важно сказать, чтобы на вас регруппнулись, важно на злойник, потому что не все, ну, не всегда бегаете кпшкой. Некоторые могут вас не знать. Такая же это такой небольшой факт, как играть. Обижали вы от толпы. Давайте еще МП сольем. Или МП. Я надел пушку на конверсию. Сам процесс дачи ДХ. Заходим в трансформу. Теперь, когда вы зашли в трансформу, на вас регруппнулась ваша пачка, у вас два варианта. Если у вас есть ПП в пати, вы ждете, пока он бафнет вам иммунку. Сейчас я на ППшку займу. Если у вас ПП нету в пати, ну, жизнь боль. ПП дает вас иммунку. Вы кастуете скилл Сакрифайс Хиллер. МП восстанавливается до фула. Вы капитальный красавчик. Тыкнули либо выход, либо браслетик. Вы дали ДХ. ПЛ доволен. Пачка довольна. Что еще нужно для жизни? Если ППшки у вас нет, ну, здесь начинаются проблемы. Почему? Скилл Сакрифайс Хиллер, когда дается, он накладывает дебаф. Дебаф на 5 минут, который не позволяет восстанавливать ХП выше 5% или 10%, не помню точно. По-моему, почитаем. 10% или 10%. Что это значит? Вы превращаетесь в кусок говна, который нельзя отхилить и который будет дропаться с одной тычки. Тут вариантов два. Если вы в боевой зоне, то вы терпите и стараетесь отбежать куда-нибудь от дамагеров, что вас не лупили. Если вы не в боевой, вам нужно сдохнуть. Причем сдохнуть без Нобла, чтобы вы встали без бафа и дебафа соответственно. И ваши сопартийцы вас отрибафали, подняли вам ДС и дальше вы бегали. Процесс, так, чтобы сдохнуть и не совсем сделать это хреновым, хреновым варианте, чтобы не остаться без МП и, собственно, зачем ДХ давали, если не без МП останется, баф-то упадет. Поэтому советую всегда надевать конверсию. Вы сдыхаете с конверсией, даже с учетом того, что бафа на вас не было, конверсия даст небольшой запас МП. В моем случае это 7000. 7000 МП это мое стандартное МП под 7 бафом, но с обычной пушкой. То есть, вот меня отрибафали после ДХ, и у меня все равно 7000 МП с моей нормальной пушкой. Надеюсь, понятно. Далее, по менеджменту МП при даче ДХ. У меня, как видите, помимо рецепта, который сливает МП, еще баночка, которая это МП заливает, собственно, которую мы крафтили. Зачем это нужно? Как я уже говорил, скилл трансформа Дивайн Хиллер сам по себе жрет МП. Вас могут выбернить, если у вас будет 0 МП, скилл сфейлится. Ну, либо вы не сможете его дать, если у вас совсем 0 МП. Поэтому, помимо того, что у вас есть кнопочка на слив МП, дополнительно, на панельке обязательно должна быть еще рядом банка, которую вы не тратите вообще ни в каком варианте, ни в каком виде, никогда, кроме как на дачу ДХ, потому что откат у этой банки довольно-таки большой, 5 минут, и может так случиться, что вы ее там прожали где-нибудь для чего-нибудь, и на момент, когда нужно будет дать ДХ, вы ее не дадите. Еще один момент, у этой банки общий откат с банкой на ХП. Поэтому элики на ХП, если вы бегаете в пачки, в которые возможно будет даваться ДХ, вы не едите тоже. Убираете их с панельки, прячьте их подальше, они всегда должны быть откачаны, всегда должны быть готовы к использованию. Ну, ладно. Так. Ну, вроде все. Да, да. Надеюсь, все. Собственно, надеюсь, что данное видео кому-то поможет. Надеюсь, что кто-то посмотрит это видео и перестанет быть уродом, который за 10 лет, как есть этот скилл, так и не научился, не разобрался, как давать ДХ. Надеюсь, что в моей пачке люди, которые со мной бегают, очень надеюсь, что посмотрят это видео. Всем удачи. Не поджигайте жопу своим ПЛ-ом. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok